наполеон хил американец автор книг о мотивации саморазвитии и достижении успеха способность объяснить сложные вещи простым и доступным языком уместить их буквально в одно-два предложения помогла ему создать философию достижения успеха доступную любому человеку жизнь его не была простой и безоблачной наполеон хилл родился в лачуге в 1883 году в семье английских переселенцев он рано остался без матери все детство проводил на улице его кумиром тогда был гангстер джесси джеймс а свое настоящее будущее он связывал с бандами и криминальными разборками перелом в судьбе хилла наступил после появления в его жизни мачехи марта заставила пасынка обменять револьверно-печатную машинку вложив немало усилий в его образование в течение жизни он работал журналистом издателем рекламным агентом и даже пиарщиком и много знакомился с предпринимателями политиками общественными деятелями результатом этих знакомств стали книги наполеона хилла всего написал 11 книг самые знаменитые из которых думы и богатей изданная впервые в 1937 году в ней он сформулировал свою философию успеха емко образно и доступно книга переиздавалась в сша более 40 раз была переведена до десятки языков включая русские хилл был не только теоретиком он занимался издательским делом и учреждал образовательные заведения любопытно что сфере его интересов были такие бизнес направления как покупка продажи пиломатериалов производство кондитерских изделий и даже сборка автомобилей хилл вопреки распространяющимся слухам не закончил жизнь в бедности хотя и огромных богатств не нажим он умер 8 ноября 1970 года оставив после себя не только книги но несколько общественно образовательных организаций благотворительный фонд и конечно же огромное количество ярких высказываний мотивирующих миллионы людей во всем мире успех и личностный рост витамины успеха наполеона хилла рекомендуется к ежедневному применению что разум способен замыслить и во что он способен поверить то может быть достигнута во всякой неудачи скрываются семена равного ей по величине или даже большего успеха помните что нельзя добиться успеха на ошибках и слабостях других людей иначе как помогаем эти ошибки исправлять успешные люди не знают слова невозможно но она является хорошей отговоркой для неудачников негативно настроенный человек притягивает к себе проблемы как магнит притягивает железо благоприятные возможности всегда находят способ открыться позитивно настроенному человеку вы можете рассчитывать на сотрудничество и дружбу только после того как сами поделитесь этими качествами помните что воздушный змей летит против ветра они по ветру каждая мысль пришедшая человеку на ум становится частью его характера самая главная из всех правил успеха звучит так поступайте с другими так как если бы вы сами были этими другими время лучше лекарь если дать ему шанс она способна исцелить вас практически от любых бед и горестей если ощущаешь вялость и сонливость испробуй природное средство перестань есть пока снова не проголодаешься человек который больше слушает чем говорит обычно знает больше по сравнению с тем кто больше говорит чем слушает ищите хорошие в других людях и они будут делать то же самое по отношению к вам нельзя добыть счастья отнимая его у других то же самое касается материального достатка получать ничего не отдавая это такое же бессмысленное занятие как пытаться сжать ничего не посеяв эдисон потерпел неудачу десять тысяч раз прежде чем усовершенствовал современную электрическую лампочку обычный человек сдается после первой же неудачи вот почему средних людей так много а эдисон один успешные люди фокусируют внимание на том чего хотят они на том чего не хотят воистину богат тот человек у которого больше друзей чем врагов который никого не боится и так занят собственным созиданием что у него нет времени на разрушение чужих планов и чаяний ненависть причиняет больше вреда тому кто ненавидит человек у которого есть время только на сплетни и злословия слишком занят чтобы преуспеть то о чем ты думаешь сегодня будет с тобой и завтра трение в механизмах приводит к их поломки и дорого обходятся трение в человеческих взаимоотношениях опустошают не только кошельки но и души в любом споре есть три стороны ваша оппонента и правды последняя может находиться где-то между двумя первыми человек который делает только самое необходимое редко получает существенно больше самого необходимого если вам необходимо сказать о ком-то плохо не говорите этого а напишите на песке возле самой воды две категории людей никогда не добиваются успеха те кто делает только то что им говорят и те кто не делает того что им говорят если вы действительно умнее других людей пусть они узнают об этом по вашим поступкам победителем является тот кто говорит да или нет не прибегая к извечной уловке неудачников мне надо подумать не торопитесь занять самую верхнюю ступеньку лестнице успеха потому что после этого у вас останется только одно направление движения вниз ищите хорошие в людях и они будут искать хорошие вас то же самое можно сказать о плохом лучше подражать успешному человеку чем завидовать ему понаблюдайте за человеком впереди вас и вы поймете почему он впереди и тогда попробуйте брать с него пример собаки хватает ума закопать кость на черный день многие люди на это не способны некоторые люди напоминают дешевые часы им нельзя доверять помните что ум растет и крепнет когда им пользуются сила обретается в борьбе считается достойным внимания не то что вы собираетесь сделать а то что вы делаете здесь и сейчас берегитесь человека который пытается очернить ваших глазах других оправдываясь желанием помочь вам можно ставить тысячу против одного что он пытается помочь самому себе витамины успеха наполеона хило рекомендуется к ежедневному применению